доброе утро дорогие друзья сегодня уже по моему 31 мая последний день весны у нас стоит просто неимоверная жара и все гидрометцентры врут вчера смотрела прогноз 24 градуса 27 было больше 30 земля трескается в общем какой-то апокалипсис и ни одного дождя вот здесь я даже не убираю эту часть мебели потому что вот сейчас здесь солнце сейчас у нас пол десятого утра и здесь солнце с той стороны зоны отдыха ну такой то тоже практически солнце но есть минимальный какой-то тенечек вот в этой зоне и сейчас солнце вот повернется и здесь будет просто спека просто нереально сидеть даже под зонтиком ко мне приходила дочечка на днях и мы отдыхали вот перетащили сюда кресло это я одно кресло сейчас туда отнесла вообще перетащили вот сюда и здесь просто рай божий после обеда здесь будет тенечек и будет красота вот поэтому вот здесь будет терраска ну такой навесик и я здесь тогда организую еще одну зону отдыха она здесь просто необходимо чтобы в разное время суток можно было ну где-то присесть отдохнуть в тенечке потому что при такой жаре там просто невозможно находиться вот планируем здесь сделать нашу зону еще навесик и навес будет скорее всего светящийся из поликарбоната я очень люблю свет когда здесь будет тень это неважно но будет уже светло и тогда под окошком здесь можно будет что установить вот ту мебель ки которую мы покупали я вам показывала она сейчас на кухне находится может быть под окошко сделаю такую корзинку с цветочками небольшую шпалеру кстати сейчас не покажу вот у меня остатки роскоши это и киевская шпалера и когда-то у меня была такая инсталляция на кухне это я обматывала джутом конечно это уберется и она вот так вдруг с дружкой цепляется красиво получается образуются такие геометрические фигуры вот вот так ну меня здесь вот немножко осталось мне кажется больше было мы не знаю где она вот все же все что осталось вот я хочу эту шпалеру прикрепить со временем когда здесь будет навес вот на это окошко по центру а здесь сделать корзинку для цветов и будет какое-то вьющееся растение скорее всего одна летка потому что ну я не знаю как в контейнерном выращивании как потом эти контейнеры в зиму куда если многолетку посадить подскажите может быть вы подскажете в общем вот такие планы ирис все больше и больше расцветает пиончик посмотрите вот уже прям вот вот скоро выпустит свой красивый цветочек вот в общем сегодня такое болта логическое видео покажу чем что я уже сделала в огороде и отвечу на некоторые комментарии и под вчерашним роликом где просила высказать ваше мнение были разные комментарии я специально их и не удаляла хотела посмотреть на реакцию своих подписчиков чтобы это видели все вот и сразу отвечу на комментарии где что я люблю ваш очень канал но почему бы вам не пойти на работу и тогда будут деньги у вас на все вот мы пенсионеры но мы работаем и у нас есть деньги не только на починку ноутбука но и на все остальное но вот я вам отвечу значит я очень рада что вы на пенсии у вас есть постоянный доход вам повезло больше чем нам те которые родились раньше но где-то вот год 68 и дальше у нас нет пенсии хотя по идее в этом году я должна бы была пойти на пенсию это раз я за вас рада что у вас есть пенсии что вы у вас есть силы вы работаете вас все устраивает а теперь давайте посчитаем вот сейчас вы видите плиточку которая которую я уложила своими ручками причем сделала все подготовительные работы выемку грунта подготовку под плитку вот эту подушку геотекстиль песок щебенка трамбовка укладка плитки это все я делала своими руками единственное что мне помог лёшек это установить вот эти вот поребрики но и он не запретил пользоваться болгаркой где нужно было подпиливать вот эти вот плитки по размеру нашего двора это делал лёшек ну то есть вот эти вот части понятно да где нужен был пропил плитки все остальное сделала я сама так вот чтобы уложить вот эту площадь плитки которую вы сейчас видите если бы я пошла на работу за 25000 в лучшем случае в нашем городе это в лучшем случае у меня дочь работает у нее зарплата такая 25000 ей не хватает ни на что она сводит еле-еле концы с концами это еще в том случае что у мамы есть огород и овощи фрукты естественно у нее бесплатный подарок это к слову что вы говорите вам бы на все хватило вам на все хватает потому что у вас есть пенсия я повторюсь это я рада за вас так вот чтобы нанять людей и сделать вот то что проделала я в течение лета весна-лето прошлого сезона мне понадобилось бы около трех тысяч 300 тысяч рублей это минимум может быть и больше потому что когда я покупала дом я знала что здесь нет отмостки которую мы с лёшиком тоже сделали и подготовительные работы тоже делала я выемку грунта под отмостку делала я конечно же потом приехал лёшик и мы делали не только отмостку цоколь и так далее вот я интересовалась еще я даже не купила дом я звонила местным здесь мастерам по чиплыгину и узнавала сколько будет стоить сделать отмостку не цоколь повторюсь только отмостку мы делали еще и цоколь вы помните как вы все отбивали укрепляли штукатурили утепляли пеноплексом и так далее так вот мне на тот момент это был где-то сентябрь 21 года мне объявили 90 тысяч рублей только за отмостку так вот и посчитайте если бы я пошла на работу как вы думаете когда бы вот здесь во дворе появилась вот эта плиточка чтобы мне на нее заработать повторюсь 25 тысяч вы ничего не отложите ничего вот дальше идем это я рассказала только про плитку теперь про дальше вот здесь вот эту штукатурку вот этот декор вот этот цоколь это все я делала своими ручками здесь был пеноплекс утепления и он уже несколько лет не был ничем покрыт и стал портиться от ультрафиолета его обязательно нужно закрывать это все опять я делала ручками это вот то что я сейчас вижу во дворе и понимаю сколько работы мною проделано не повторюсь даже не нами а мною лично мною вот эти шпалеры вот эти всякие заборчики которые я делаю это все сделано мебель вот этот стол тумбочка это все сделано моими руками если мы пройдем в дом все стены оштукатурены моими ручками плиточка которой вот вот здесь облицованы вот эти углы и в доме вы видели эту плитку и выкладку только производство плитки но и ее монтаж это дело тоже я а теперь вот мне скажите сколько бы лет мне понадобилось работая здесь в чиплыгине лучшем случае за двадцать пять тысяч рублей чтобы не кушать не одеваться не платить коммуналку сколько бы лет мне понадобилось на то чтобы я заработала вот вот эти вот деньги просто ответьте мне пожалуйста на этот комментарий вот вам мой ответ поэтому не надо гнать меня на работу и если я какую-то помощь прошу и если вы не можете помочь я не заставляю вас я никого не заставляю понимаете у меня просьба к тем людям у которых есть возможность вот я делаю на этом акцент у которых есть возможность и потом вы считаете что ведение влога ведение канала съемка видео разговор с вами что-то показывать интересное что-то давать какие-то советы вы считаете это не работа это должно быть безоплатно за ноутбук мы отдали около 40 тысяч рублей я вчера говорила видео что я им пользуюсь только для монтажа видео только для монтажа видео очень редко смотрю там какие-то узоры ну схемы которые я вообще не могу рассмотреть в телефоне опять это наше вложение чтобы работать для работы для монтажа до чтобы снимать видео для вас это другой комментарий вы сами выбрали блогерство да конечно я сама выбрала блогерство естественно мне нравится делиться тем что я умею что я могу показывать что-то для вас понимаете я такой человек я люблю делиться у вас видимо по-другому поэтому еще раз повторюсь никого не обязываю и не заставляю помогать мне вот никого абсолютно я считаю это нормальное явление если у человека есть возможность и он поделится там какой-то частью своего дохода до мизером поэтому если вам не нравится отписывайтесь уходите блокируйте одна вчера мне написала вы просили типа мнения вот мое мнение ну и вы просите на ремонт я не прошу на ремонт на ремонт мы сами зарабатываем лёшек зарабатывает так скажем ну а я по возможности здесь вот выполняю работу самостоятельно за которую мы не платим деньги за наем до рабочих вот если бы вы просили деньги на там лечение ребенка я отписалась от вас когда вы попросили деньги на это лечение котенка на лечение котенка я просила деньги год назад практически год назад наверное ну может быть чуть меньше это какого котенка я уже их столько поспасала столько пыталась спасти не но не получилось столько мы приютили пятеро вон живут на нашем попечении поэтому ну во всяком случае это давно было и что же вы давно отписались от меня а что же вы ходите на мой канал вам интересно значит значит вам интересно раз вы сюда заходите ладно не люблю я вот эти вот как бы разборки я понимаю что это неприятно и может быть не нужно было мне об этом говорить но я высказала свое мнение возвращаться больше к этому не буду и если мне понадобится помощь я все равно буду обращаться к тем людям которые у которых есть возможность мне помочь так эта тема закрыта давайте теперь покажу и расскажу что я какая у меня здесь где-то аптечка для растений вот кстати вы недавно спрашивали прошу прощения за может быть не ухоженные руки я только что вылезла там в общем окучивала картошку потом пройдем я вам покажу вот так выглядит средство великий воин для от муравьев ну чтобы вы просто видели я покупала на озоне она была и в светофоре но может быть светофоре сейчас нет но вот знаете это очень хорошее средство очень хорошее и недорогое причем он уже даже покупила и нахватала и даже уже забыла для чего и что может быть вы мне сейчас увидите будете подсказывать биоресурс гуманат калия из низиного торфа буду читать а чего для чего вот такой вот исполин универсальный у меня есть вот этот липидоцит это я помню в том году брызгала перец от гусениц которые жрали листью но белку нас это я по моему в этом это удобрение покупала давно уже фикс прайсе это я вам показывала марганцовка фитоспорин м вот такой универсальный так это мне уже понадобится скоро помидорчики надо будет обработать я их сажала обрабатывать корневин ой у меня еще частью в этом в доме здесь не все марганцовка какая-то фазенда так вот эта марганцовку она у меня была уже в этой в светофоре покупала точно вы мне писали там а я потом взяла и видите как как этот собачий инстинкт положила и забыла что есть марганцовка вот это это я 1 горис покупала она у меня оказывается была борная кислота и еще у меня стоит этот гранула суперфосфат я уже вам не покажу но у меня есть и вчера друзья я по вашему совету пыталась докопаться до истины что же происходит с черешней во первых я ее обрызгала топазом я здесь перерыла все но никого я не нашла ни муравьев не нашла ни никаких майских жуков которые вы мне писали ничего здесь не было вот видите я рыла и полила вот этим суперфосфатом еще вы мне там писали про карбофос я куплю со временем сейчас совсем нет возможности как пойдешь в этот магазин 500 700 нету купить вот купила топаз и еще какую-то я вам опять не показала это в доме еще какое-то для вот это против этой ржавчины 500 рублей за два препарата 1 180 потом второе еще что-то еще что-то покупал 500 рублей нету вот посмотрю понаблюдаю за ней мне кажется или я так хочу может быть ей получше стало в общем ладно посмотрим на это дело здесь давайте пройдем я вам покажу чем я вчера занималась и сегодня а кстати показала в видео вот это приспособление как я поливаю клубнику ну и не только вот стул и шланг вот стул держит шланг и оттуда фонтанчик и вот здесь все опыляется все орошается то есть я не держу этот шланг я не стою здесь у меня руки свободно я занимаюсь другими делами и тут комментарий прилетел или люди уже совсем не соображают или уже настолько боятся этой рекламы я не знаю реклама стула и светофора но я в видео в этом коротеньком говорю вот вот понадобится стул и куплены в светофоре за копейки и тут комментарий реклама стула есть или светофора да нет реклама находчивости ума дорогие зрители причем пытливого ума который думает как можно выйти из положения это не реклама стула и светофора и не светофора года вчера здесь вот так вот опять вот это все сделала вставила и у меня вот здесь полилась хорошо картошечка вернее она поливалась вот там а я здесь пока ее окучивала видите какие сейчас напротив солнышка будет хорошо видно эти пирамидки вот я ее окучивала потом окучила поставила вот эту поливалку и она так хорошо промокает все прям так нежненько но этот фонтанчик бьет нежно нежно и все вот попроливалась и окучилась так ладно сейчас прервусь потом это уже время идет 23 там 20 минут по ману и продолжу свой рассказ небольшой придется монтировать видео итак продолжаем разговор так что вот этот стул с этой поливалкой очень не помог и земля друзья уже в трещинах вот там я не поливаю где у меня рост рожь пшеницы растет там все уже в трещинах в общем аномальная жара ни одного дождичка ни одного вот здесь вот вот поливалась картошечка часть картошки и тоже вот при помощи вот этой приспособа стол и шланг шланг правда с распылителем там такая насадочка вот сегодня пожарюки уже я проспала вчера с вечера говорю ну встану в часов пять пойду окучивать картошку короче я проспала и вышла уже сюда восемь утра и восемь утра уже была неимоверная жара вот вот окучила все жуков нет но двоих я нашла на одном кустике вот на этом я сегодня нашла двоих жуков и раздавила яйца вот на одном единственном кустике так что все равно нужно просматривать все ну два жука это не море жуков но это вот средство престиж которым я обрабатываю картошку теперь каждую весну перед посадкой она работает хоть хоть эта проблема отпадает больше я нигде будут шуков не видела вообще нигде вот такая рыхлая земелька это потому что здесь все поливается а вот сюда дохожу вот когда я дошла сюда здесь видимо не попала вода вот этих вот луночек и здесь посмотрите земля хоть топором руби я еле-еле нагребла земли на вот эти вот кустики и вот посмотрите какие здесь кустики и какие кустики там где есть полив там где есть водичка вот груши я тоже обрабатывала я вам уже говорила и вчера тоже поливая вот гранул фото это как это супер фосфат то что в ведре не растаяла вот здесь тоже выбросила дай бог грушка пойдет расти ну вот опять же вот какие-то видите дырочки что-то опять надо от пирамидам что ли побрызгать что-то ждет короче вот очень жаркое лето по всей видимости в том году лето мне помогало когда я выкладывала плитку как-то дожди шли вовремя и мне хотя бы не нужно было тратить время на полив вот в этом году совсем другая ситуация очень жарко но картошечка поднялась вот что значит поливается чок тоже поливаю но вычитала лук не надо сильно часто поливать прекращу я это дело все хватит раз в неделю надо его поливать а вот я вам хотела показать эти трещины трещины в земле посмотрите смотрите что творится это военный самолет возвращается на липецк полетел так вот посмотрите вот здесь не поливается посмотрите земля как потрескалась представляете это вот рожь моя пшеница вот смотрите уже в палец трещины да без воды как говорится ни туда и ни сюда и здесь тоже все в трещинах вот все в трещинах там где не попадает водичка посмотрите как пошли мои расти ранункулюсы ах красавцы взошли даже позднее вот здесь розовые которые пинг как-то там даже эти взошли и пересы пошли расти и посмотрите взошли фархатцы которые я вот они прям через неделю взошли видимо им нужно тепло говорите бархатцы долго лежат земли нет они быстро всходят когда на улице хороший плюс вот как густа взошли и вот всходит гвоздика вот это перистая она пахнет там не вычитала она очень пахнет и отпугивает комаров вот так что скоро здесь будет красота красивая клематисы пошли плестись вот дочь приходит игры ты чувствуешь как гвоздика пахнет мам ну где она пахнет я говорю оторви листик понюхай потри в руках ну вот она понюхала ой говорит какая прелесть ой гвоздика лаванда господи лаванда вот розочка каждый раз показываем каждый раз все больше и больше вот уже какие какие эти листики распускается это пьер де ранцарт дежардан дешамон вот тоже тоже листики уже пустила все хорошо все будет и гортензия свет магик свитца мы тоже вот уже эти а у меня еще есть что-то я его тут не вижу я еще же покупала средства это для гортензии надо будет их наверное подкормить это я вам часть показала вот этой аптечки для сада но уже в дом наверное не пойду нет здесь нету это средство отца да кстати друзья смотрите как обратите внимание как я отремонтировала стол я вам говорила что я шлифовальная машина его обрабатывать дерево уже стало темнеть лак слез в том году видимо и от дождей стало темнеть дерево я вот все это поснимала сейчас жара стоит и лак этот высох прям буквально тут три слоя лака в порядочке я вообще люблю порядок вот и покрыла лаком этот лежак тоже один разочек прошлась мы когда покупали дом здесь восемь суток земли и я все лёшику говорю маловато и дом какой-то не очень но побольше бы у нас 64 квадрата а сейчас вот натерла вот такие мозоли вот водянка у меня даже не вижу что покажу вот она так печет это я вот картошку окучивала и вот когда водянка натерлась я поняла что вот эти восемь соток это вот то что нужно вот то что доктор прописал это 5 военный самолет летит вот больше соток и не надо мы не молодеем и цветочки есть и деревья плодовые есть и картошечка и помидорчики и всего по чуть-чуть и у меня еще даже излишки я приготовила меня картошки много осталось прошлого года завтра валера приедет молочко привезет я ему уже приготовила вон она ведро картошки стоит там бардак у нас конечно все не успеваем отдам коровушки мне коровяк а по осени я много отдаю кабачков тыквы ну которая не кондиция да и кондиция излишки отдаю но я про то что восемь соток земли это очень очень хорошо вот уже смотрите бутончик лилии скоро расцветет здесь вообще два бутончика вон они и дом тоже вот даже если включить просто конфорку это я в новом платье кстати вот это платье тоже покупала на озоне тоже дешевая ивановский текстиль и просто красота для дома а силуэта свободная прямо очень хорошо вот так что если даже я включу конфорку и отключу отопление если мне не хватит денег если я пойду на работу и буду откладывать деньги и не хватит на коммуналку но это по вашим судя по вашим рассуждениям я могу просто включить конфорку и у меня в доме будет тепло даже конфорка но она согреет 64 квадрата вот я 30 марта выключила отопление котел до центральное отопление так скажем в доме и грелась конфоркой это отключала конфорку в солнечные дни потому что дом еще греется от солнца на ночь клала на конфорку вот эту крышку чугунную ну чтобы не так сжигался воздух и на самый минимум и у нас доме было 20 градусов вот это я к тому что большой дом для двоих человек на пенсии мы планируем здесь жить вдвоем уже не будет вот этих мотаний москва чиплыки для лёшика и нам вполне 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 хватит нашего прекрасного дома и что есть возвращается на липец полетел так что мы очень рады что мы выбрали этот дом да очень много вложений сюда уже очень много труда ушло очень много но я сейчас смотрю вот иногда просто ради интереса захожу на циан и смотрю что предлагается у нас городе какие дома продаются цены и когда я открываю начинаю смотреть эти дома у нет друзья не менее мне только в ванну стоит посмотреть как там все сделано людей вот эти вот непонятные трубы какие-то по верху по низу какой-то все монет наш домик это просто конфетка мне там говорили ой да вы дорого купили нет друзья мы нормально купили дом облагородили его еще много сделается и и по размерам и по состоянию дома я считаю что все хорошо да и и земли вполне хватает хватает на все клубничку собрать у меня еще клубника в морозилке лежит то есть до следующего урожая нам хватит клубники причем мы едим ее часто и пироги и пику с клубникой вот недавно открыла там рецепт на ютубе очень вкусный пирог я уже его раз пять пекла всем нравится и лёшику нравится и анечке вот так что кто сейчас занимается выбором там переезд у кого там грядет за и вы присматриваете дом учитывайте все параметры не кидайтесь на большое количество земли вам ее обрабатывать а если вам там уже за пятьдесят подумайте что силы у вас уже не те будут через десять лет вам нужно будет обрабатывать эту землю и траву косить и пахать и что-то садить и это очень очень тяжело вам много не нужно будет за этой земле чтобы вырастить там для себя овощи и фрукты ну и чтобы у вас сил хватало для того чтобы насладиться этой жизнью а не впахивать непонятно зачем и для чего вот такое сегодня видео получилась немного эмоциональная но я такой человек не судите меня строго за то что я высказалась знаете как лучше я не буду носить это в себе выскажусь и кидайте там в меня тапками как хотите ой пчелка прям залетела в ирис прямо внутрь вон она сидит вот она моя красавица раз так опа и там прям как лепесточком укрылась но надо же как как я люблю за вот этим всем наблюдать красавица красавица вот другой пошла вот этот ирис прям это очень много выкинул бутонов в том поменьше да цинии у меня взошли вот я вам покажу вот это циния по моему и прям щеткой все таки взошли бархатцы вот теперь я знаю как выглядят бархатцы когда они только только всходят смотрите какие эти остренькие остренькие эти листики так что здесь тоже будет красиво все зацветет все вырастет я здесь поливаю все ладно пойду монтировать видео все хочу уйти и не могу распрощаться с вами вот еще хочу вам показать помидор это вот просто самосев здесь в том году тоже самосевом это вот черри вырос один куст уже все меня это прогоняет телефон надо идти заканчивать и вот они самосевом здесь выросли так что еще и будут эти помидорчики у меня черри представляете вот ладно друзья шаловидный флокс вот тоже пошел наш говорю не могу распрощаться могу с вами спрощаться предвижу комментарии ваши причем злобные предвижу я готова книг пишите высказывайте свое мнение уж совсем нагло и буду конечно убирать а вообще постараюсь оставить все комментарии и чтобы было интереснее и вам почитать что пишут о канале обо мне и какое у кого мнение ладно мои хорошие буду прощаться с вами до скорых встреч с вами была елена ситникова пока 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 пока